добрый день перед нами коробочка от lan lan с названием внутри головоломка к названию позже вернемся достаточно крупная коробка открываем и видим что-то знакомое такой вот 14-гранник не так давно мне в комментариях под видео про вот этот кажется октайдр усеченный написали что нет нормальных обучалок по этой головоломки я сказал что собирается она также как и полноценный октайдрон разницы никакой в процессе беседы мы немного друг друга не понимали но выяснилось что глон кто другая не это решила о октайдре fto у которого отрезаны уголки есть вот похожие октайдры это у нас полноценные это усеченный эти два от даяна эти два от lan lan а такой есть еще один шинга где-то его встречал разница в принципе вращение с этого корнер турнинг октайдрон него вращаются уголки и вот так как пирамидка и соответственно усеченный вращается похожим образом надеюсь должен быть уголок вот одна грань под уголком вращается уголка нет здесь же fto face турнинг октайдрон то есть вращаются грани еще раз тут грани тут углы в этом разница сейчас едет еще октайдр от lan lan где вращаются ребра но о нем поговорим в другой раз вот два на вид одинаковых вращаются по-разному и вот это головоломка это именно fto вращаются грани здесь должен быть уголок так вращать не можем здесь грань она вращается в той же беседе был упомянут паритет который здесь возможен и действительно возможен но его легко избежать ну как легко его можно избежать и паритета не будет приехал головоломка ко мне вчера сегодня несколько раз собрал пытался вызвать паритет у меня это вышло и сейчас я обо всем расскажу но для начала о названии да можно сказать что это fto без углов fto cornerless corner cut fto можно посмотреть на название которое дано на коробочке 8 axis октайдрон эмбо рой д рэд балл ну я не знаю как это переводится но балл мяч восьмиосный октайдрон вот это странное слово не знаю что значит также в магазинах можно найти еще одно интересное название которое переводится как гортензия то вот такой цветочек мне не очень показалось и похожим но кто-то видит сходство гидрангия тетра калит до д кей дрон шейпит куб там какой-то пазл что-то такое но гортензия от ван ван называть можно как угодно но это fto без углов если мы вспомним опять же октайдроны с этого где вращаются углы то ликвидация уголка главу никак не поменяла просто стало менее удобно вращать появились к восьмиграням еще четыре поэтому стал 14-гранник и тут сборка не меняется если мы вспомним от того же ван вана на вертолет у него также есть версия с отрезанными уголками на здесь также вращаются ребра и это глонка сильно проще ну из-за отсутствия углов также того что здесь все элементы одноцветные паритеты и невозможно здесь вообще можно собрать цвета в любом порядке и никто не заметит разницы если не знает правильной расцветки здесь же ликвидация уголка его обесцвечивание то есть мы получаем одноцветный элемент делать глонку сложнее сложнее в первую очередь в том что мы не знаем где должен какой цвет стоять если на полноценном fto собирается сначала уголки потом каким остальные элементы то здесь углов нет и мы собираем сразу же элементы а и здесь два типа хоть и кажется что все одинаковые одноцветные центры которые примыкают к углам которых нет и двухцветные ребра которые между уголков находятся и собираются они по тем же принципам что и на полноценном fto где-то проще но порядок цветов надо соблюдать если мы посмотрим обе версии то видим здесь абсолютно одинаковую расцветку и это очень хорошо если у вас есть обе модели там можно одно поставить перед собой и собирать цвета именно в порядке именно так я первый раз и поступил и никаких сложностей кроме собственных ошибок я здесь не обнаружил поэтому перемешиваем постепенно вращается неплохо но конечно из-за отсутствия углов не так удобно но еще она новая при работается наверное будет вращаться лучше все время хочется вращать вот за эти грани вернее за углы но вращать нужно за большие на ощупь если особенно не смотреть не всегда понятно где что форму не меняет и собирается три циклами например я собираю три циклами так можно собирать и послойно но я так не умею это сложнее хоть и быстрее если мы будем собирать ориентируясь на настоящие в то то проблем не будет как я уже сказал но я потом попробовал не смотреть на fto не пытаться запомнить цвета а вывести их интуитивно и у меня это получилось и возник как вы видите сейчас на видео тот самый паритет где нужно переставить два ребра а три цикла представляет их три и одинаковых тут нет ребер так вышел потому что я цвета перепутал и голом к собралась кроме двух элементов получается что возможно собрать эту головоломку с исходной такой же схемы как и здесь но не так тогда в конце останется необходимость переставить два ребра а это не решается для лишения мне пришлось менять цвета местами тогда все получилось и позже я уже собрал как положено и проблем не было поэтому я делаю вывод поправьте если я ошибаюсь что паритет здесь возникает только если неправильно собрать цвета ну давайте начнем первое что мы знаем это напротив белого желтый это знание мы оставим а соберем сначала белую грань поскольку углов нет то можем собирать где угодно и вот здесь я вижу два белых элемента одноцветных которые примыкают к углам это ребра и к ним нужно сюда поставить третий начинаем с центров ищем 3 вот он хочется его в один ход поставить но это не получится поэтому ставим два элемента чтобы выбить как в 4 на 4 на их место 3 отворачиваем в сторону и возвращаем тут не сложно раз два три три центра это лишнее ребро пока не нужно далее я собираю не желтый я собираю красный просто вот потому что мне так захотелось и по факту достаточно запомнить расположение трех цветов белый в любом месте красный и потом оранжевый ну любое место здесь конечно то условность красный оранжевый серый могут находиться только на гранях которые через угол вот так вот не на смежных гранях где ребром соединяется они с белым а через угол вот на этих гранях их раз два три только на этих гранях может быть красный оранжевый серый собираем красный на любой из них вот один красный есть значит здесь и продолжим можем не разрушая белый поставить 2 красный а третий уже как и белый будем собирать выбивая почему собираю эти то что можно это делать интуитивно без три циклов на фто полноценном все время нужно собирать с три циклами за исключением ну первых элементов на белой стороне здесь же свободы больше на начальном этапе вот два красных еще один красный подводим ворачиваем сторону возвращаем вот раз два три красных центра эти два красных пока что ребра они нам не нужны еще дальше белый перед нами здесь красный справа должен быть оранжевый и это все что нужно знать ну мы принимаем что белый желтый напротив это нам известно и запомнив только это у меня получается безошибочно собирать все остальные цвета и ничего не путаются и паритет не возникает давайте проверим мою теорию белый красный сюда оранжевый один элемент есть вот еще один подводим в сторону возвращаем два это ребро вот два центра еще один его нужно как-нибудь сюда перегнать для этого мы повернем даже не знаю как вот так вот отсюда на эту грани подвернем таким образом чтобы два элемента выбить так творожим сторону возвращаем проверяем белый красный оранжевый вот два собрали серый сверятся автоматически так как на других гранях серый цвет существовать не может я процент перехватываем и серый собран то есть у нас собран белый красный оранжевый и серый но при другой расцветки возможно будет другие цвета тут надо пробовать но такую модель я видел только от lan lan а здесь расцветка именно такая белый красный оранжевый серый простая сборка закончилась дальше будем уже использовать три цикла что за три циклы покажу на и в то здесь мы делаем r u r штрих у и повторяем r u r штрих у что при этом происходит все элементы ребра и центры вращаются по часовой стрелке если делаем зеркально то значит против часовой будет вращаться углы стоят на местах и это хорошо но вот ребра по часовой ему не видим но центре тоже это мы и используем напротив белого собираем желтый здесь один есть нему нужны остальные вращаем следую грань вращать не получится если это то недостаточно но мы можем сделать что часть другого в каком-нибудь вот с этого вот так выбили тот который есть не надо теперь этот переместить сюда но мы уже не можем использовать простые сдвиги так как сломаем собранная поэтому делаем три цикла для этой грани r u r u r u r штрих у так отменяем первый ход вот нас уже два желтых ищем 3 какой-то неудобный был он вот здесь нам нужно вот так на самом деле было удобно поднимаем он выбил два тех что были и нужно его против часовой стрелки вот сюда двинуть для этой грани делаем зеркальный эль штрих у штрих эль штрих эль штрих эль штрих эль штрих возвращаем и вот нас три желтых и готовы что есть белый напротив желтый серый красный оранжевый я проценты ребра пока не важны все а запомнили мы только что после белого собираем красный а справа от красного оранжевой этого запомнить достаточно учитывая что мы знаем что белый желтый напротив дальше мы все соберем интуитивно то есть не зная расцветки как мы это делаем смотрим примеры вот синие ребра синее белое сине-оранжевое и третье синие сейчас найдем сине-серое вот три синих ребра сине-оранжевое сине-белое сине-серое получается синяя грань должна быть рядом с белый серый и оранжевый начнем с белый белое дальше нужна серая вот серая уже две и оранжевая вот оранжевая а значит синяя грань должна быть здесь в первой своей интуитивной попытке где я еще этот алгоритм не придумал я перепутал положение вот этих начальных граней серая красная и оранжевая они меня стояли не так и да возможно собрать все центры даже если перепутать вот эти два первых центра в итоге получится две пары перепутанных центров 4 не на месте и все соберется кроме двух ребер но мы уже поняли здесь синий а значит сюда нужно добавить еще один синий центр 2 есть ищем синий центр чем дальше тем проще вот он его отсюда нужно туда так давайте посмотрим как это лучше вот так сделать удобнее гранью а значит эти два подворачиваем сетап ставим сюда его нужно повернуть вот сюда по часовой делаем р-у 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 возвращаем и возвращаем здесь легко ориентироваться вот на эти боковые здесь уже что-то собрано а вот три оранжевых должны вернуться но и тут три белых три серых а синяя грань готова идем по кругу белый перед нами смотрим что должно быть здесь между белый красный и серый гранями здесь должно быть ну вот предлагается нам зеленые ребра вот зелено-белые еще ищем зелено-красные бело-красные подходит если будет зелено-серое значит тут его и место зелено-серое да зеленый цвет здесь ну здесь уже опять два элемента видимо плохо перемешал ну давайте для интереса возьмем какую-нибудь другую грани где элементов нет вот здесь здесь ну желтая вряд ли будет так как белая рядом может быть оранжевая но оранжевые у нас уже готова и она уже где-то есть другой возьмем фиолетовые вот белый фиолетовые серебро может быть здесь дальше фиолетово-оранжевое оранжевое рядом и если будет фиолетово-красное значит здесь грань фиолетовая фиолетово-красная есть здесь фиолетовая грань значит сюда нужно добавить еще один фиолетовый центр выбиваем 2 этот отобегаем в сторону 30 клуб возвращаем 3 фиолетовых уже неплохо смотрим дальше 5 белок себе зеленый фиолетовый синий зеленый фиолетовый синий осень это мы и не собирали а все потому что элементы могут передвигаться только вот по этим трем граням но еще они на желтую могут переходить на желтому уже собрали собрав фиолетовую зеленую синим мы получили автоматически так же как было серой это сильно упрощает работу то есть нам достаточно высчитать только положение двух граней но синий зеленый либо фиолетовые любые две а это уже интуитивно решается дальше уже все делаем как в обычную в то просто переставляем ребра теми же три циклами давайте уже до соберем раз взялись вот здесь бело-синие есть начнем с белой грани бело-зеленые и бело-фиолетовые ну я иногда так делаю оставлю не на свои места и потом сдвигаю то что так удобней синий зеленый фиолетовый у нас должна быть расцветка синий поставим сюда на зеленое место поворот против часовой левым трициклом так тон белый стоит но не на своем дальше после синего идет зеленый иначе сюда поставим зеленый вот он здесь как раз поблизости тоже левым можно левым можно инверсию правого трицикла делать мне удобнее левый и вот на это место подгоним фиолетовый это придется делать в два этапа так как на этапе сборки ребер уже нельзя делать цвет обмова центре тоже перемещаются и они должны быть одинаковые этот сюда сначала один и теперь этот сюда так мы получили три белых ребра но они не стоят на своих местах но зато стоят в нужном порядке просто их разок передвинем и это будет удобно передвинем их в обратном направлении с левым трициклом вот первая грань собрана дальше уже дело техники ничего не отличается от fto смотрим вот на эти элементы вот эти два и находим те которые стоят не на своих местах но рядом вот фиолетово-оранжевое должно стоять здесь это хорошо оно должно стоять не на своем месте на соседнем нужно найти теперь оранжево-синее и поставить его сюда не потом за раз мы их сдвинем только так у не это работает оранжево-синее на вот здесь чтобы его достать полезно что-то сюда поставить но к сожалению будет неудобно его поднять серое-синее там ладно не будем делать эффективно просто достанем отсюда сине-оранжевое повернем его по часовой стрелке вот на поднялось наверх и его ставим вот сюда так теперь два вот этих элемента вот так вот по кругу ставим на места и этот синий серый поднимется возможно много чего просчитывать но можно и не просчитывать способ не самый быстрый поэтому пусть будет так дальше видим вот эти вот на место встали белое снизу красно-зеленое стоит на соседнем месте от нужного ночь эффективно будет сюда вот красненькая подогнать и какое должно быть красно-фиолетовое его нет к сожалению так дальше а ну можем пока серые собрать серо-зеленые поставим на соседнее место красненькое поднимется против чего стрелки вращаем так серое на соседнем и подгоняя сюда серое тем самым мы вот это красное сюда поставим будет тоже хорошо делаем такой прицикл с уголками конечно вращать удобнее тут не поспоришь так вроде все хорошо вот эти два вот так вращаем против часовой грань на который вращаем держим сверху так и у нас остается ну вот здесь так нужно по часовой стрелке желтая грани собралась сама иногда здесь приходится сделать еще один трицикл а в неправильной интуитивной сборке у меня есть остались два несобранных ребра в итоге вроде все собирается и паритета здесь нет если не путать расположение цветов это как в мельнице если собрать элементы не в том порядке то в конце будет два ребра стоять неправильно так и здесь паритетов нет если собирать цвета правильно если собирать неправильно то они будут я пытался изначально еще после первой удачной сборки когда я смотрел на цвета поменять какие-то цвета но в теории представила как оно должно работать и у меня вышло что это не очень то и получается но и пытался поменять два просто два поменять не получится так как грани связаны соседними от если поменять четыре оранжевый красный и синий зеленый две пары то тогда собрать все центры получится и мы неправильность увидим только в конце когда будем собирать последнюю грань все остальные ребра соберутся вот такая вот интересная головоломка отсутствие углов сделаю сложнее нужно подумать по высчитывать по просчитывать я не люблю углом запоминать все что есть пытаюсь как-то оптимизировать ту информацию которая не универсальна и вот здесь мне хватило того помимо знания что белый напротив желтого это запомнить то сначала красный потом оранжевый все все остальное собирается интуитивно тоишь как вы в то главное аккуратно я еще собирал когда ошибался то что углов нет и вращать не так удобно но в итоге все так если у кого-то какие-то трудности возникали с этим fto без углов или гортензии пишите в комментариях обсудим еще конечно раз 100 соберу прежде чем делать обучающее видео но пока я владею только вот такими знаниями может кто-то знает больше про послойную сборку я в курсе что она существует пока применять не планирую в итоге мы видим разные внешне похожие головоломки а собирается не совершенно по-разному цвет его без углов и авто без углов и октайдры ждем октайдра и этого по вот этим трем нет вот по этим трем будут сделаны подробные обучающие видео поэтому уже есть кто не понял что я делал сейчас можете в описании посмотреть ссылочку на и в того туториал кстати у fto есть еще версия 4 на 4 на него тоже туториал есть а на этом все всем спасибо всем пока